В общем, не знаю, пишет ли сейчас нормальный микрофон. Надеюсь, что да. У нас вот такая вот небольшая коллекция. Хочу немножечко по ней пройтись, пока идет уборка. В общем, еще, наверное, самая первая короба, которую я сделал, когда переехал. Это вот у нас была треш-колонка. Здесь стояли 10 кдш, по-моему, они назывались. И пионерок. Магнитола. Дальше идет у нас диле-аудио-портативка, которая пока что еще не доделана. Ставит пока время на Уралы. Ну, это шляпа полнейшая, я вам сразу скажу. Ну, здесь хочу поставить нормальные динамики, возможные на пассивных излучателях потом. Ну, скорее всего, просто будет закрытый ящик с очень большим аккумулятором. Как бы пауэрбанк с функцией колонки. Стоит легендарный уже, легендарный короб от совы. В этом году тоже будем ее делать. На грифонах Lite 165-х. Будет уже качество звука. Эта страда надоела. Колонка, которая была найдена на помойке. Как бы особо не используется. Там динамики идут 12-омные. Че-вэ. Это вот такой вот. На него потом будет обзор. Такой вот небольшой динамик. Играет, кстати, потрясно. Такое ощущение, что стерео. Хотя бас в стерео быть не может. Такая бомона. Ну, звучит прикольно. Идем дальше. Два короба. Таких тоже были найдены. Динамики с них пока что сняты. Этот короб у меня использовался тестовый. Для новой портативной колонки на пассивных излучателях. Здесь у нас стоял активный излучатель. Здесь стоял пассивный. Ужимал объем. Такими вот рейками. Потому что больше, в принципе, нечем. Такс. Короб, который мне заказали. Но так и не оплатили. В итоге поставил сюда ГДН. Ну, играет, в принципе, нормально. Хотя ГДН все-таки 11-дюймовый. Короб был под 10-дюймовый мачете. Но не суть. Играет и играет. Патибокс. Своими руками. Пока что заморожен проект. В принципе. Герметизировать надо все. Ящики. В принципе, играл достойно. Так. Рупор Николая еще пока что у меня. Ждет обзоров, когда приедут 25-ки высота. Но об этом попозже. Тестовый короб. С тремя лбами он у меня идет. Рупор обратонагруженный. Это просто люто. Единственная по его проблемам. Он почему-то рассохся. За год. Точнее, больше, чем за год. За полтора. И он начал сифонить. Так что буду его, наверное, чем-то покрывать. Чтобы все щели закрыть. Не знаю, как так получилось. Но щели получили знатные. Хотя до этого он не дул. Ну и GRIFON Lite. До сих пор еще живой. Будем менять на GRIFON Lite. Либо десятку, либо двенашку. У специального издания. Здесь вот логотип светится. Прикольно, в общем. Так. Тыл. Russian Bass. Динамики пока что убраны. Отдыхают. Точнее, одни работают. Вторые отдыхают. Также Twitter 1 стоит. Второй пока что убран. Использовался для замера. Чтобы поставить эти вот вычешки. Можешь наблюдать. Ватты здесь полны-полно. Но благодаря ней на звук капитально улучшился. Так. Здесь какой-то мусор внутри колонки. Не обращаем внимания. Здесь будет 25-ки стоять. GRIFON Pro. Здесь у нас практически все установлено. То есть Twitter ATV 0.1. Barracuda 13-й. Здесь будут стоять мигбасы 20-ки. Фе-оформление. Это закрытый ящик. Ну и те, естественно, в своем корпусе. Что же у нас в итоге получается? Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, допустим, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать коробов. Плюс еще лежит короб от Fenix. И короб от новой портативки. Два короба пришлось разобрать. Это B-GRAVE. И короб от Сабы и завалов. Так что, такая вот у меня небольшая коллекция, которую сейчас будем потихонечку уменьшать.